США предпримут все необходимые меры для защиты себя и своих союзников. Так президент Соединенных Штатов Барак Обама прокомментировал угрозы со стороны КНДР. Глава Белого дома провел в овальном кабинете переговоры с генсеком ООН Пан Гимуном. Стороны обсудили эскалацию напряженности на корейском полуострове и пути выхода из кризиса. По итогам встречи Барак Обама и Пан Гимун сделали комментарии для прессы. Американский лидер призвал Пхеньян прекратить, угрожая другим странам ядерными атаками. Пан Гимун, который родом из Южной Кореи, также предостерег КНДР от воинственной риторики. «Северная Корея пора отказаться от агрессивного подхода, который они используют, и попытаться снизить градус напряженности. Конфликт на корейском полуострове никому не нужен. Мы будем и дальше пытаться решить проблему дипломатическим путем». «Я призываю КНДР воздержаться от провокационных шагов. Это не принесет никакой пользы. Я приветствую принципиальную и взвешенную политику США, которая взаимодействует с соседними странами, такими как Китай. Надеюсь, это будет способствовать разрешению кризиса мирным путем». Региональные конфликты должны решаться политико-дипломатическим путем. Главам МИД стран Большой Восьмерки удалось согласовать общие подходы к урегулированию международных проблем. В Лондоне завершились министерские встречи группы восьми. О главных вызовах глобальной политики мой коллега Владимир Унанянц. Ситуация на корейском полуострове, ядерная программа Ирана и сирийский кризис – самые острые проблемы в повестке дня прошедших заседаний. Участники Большой Восьмерки приняли общее коммунике по международной проблематике. Северную Корею главы МИД вновь резко осудили за развитие ядерной программы и призвали Пхеньян выполнять резолюции Совета безопасности ООН. Случаи продолжения ядерных испытаний и запусков ракет, действующие в ее отношении санкции, будут усилены. В принятом заявлении также записано, что Большая Восьмерка считает возможным только политическое урегулирование кризиса в Сирии. К нему народ этой страны должен прийти сам – с помощью специального представителя ООН и Лиги арабских государств Лахдар Абрахими. Члены группы восьми также считают необходимым фиксировать все преступления и случаи насилия в стране. Совет безопасности ООН, как я уже говорил, не выполнил свои обязательства по Сирии, поскольку не смог выработать единую позицию. И такое разделение продолжается. Смогли ли мы преодолеть разногласия на этой встрече? Нет. Но мы этого и не ожидали. Говорили про Сирию, подтвердили приверженность Женевскому коммунике, который подразумевает прекращение насилия, начало переговоров между представителями правительства и представителями оппозиции. Региональные конфликты – лишь один блок вопросов. Традиционно на встрече стран Большой Восьмерки идет речь также о проблеме нераспространения оружия массового уничтожения, борьбе с терроризмом и наркоторговлей. А в этом году Великобритания как председатель G8 назвала одной из приоритетных проблему сексуального насилия в ходе военных конфликтов. Глава британского форин-офиса решил привлечь внимание к этой теме при помощи известной актрисы Анжелины Джоли. Звезда Голливуда и посол доброй воли ООН давно занимается этой проблемой. «Это очень болезненная тема, и люди, как правило, уклоняются от разговоров об этом. На жертв сексуального насилия ставят ужасное несправедливое клеймо, и мы должны положить этому конец. Мы не должны отворачиваться, нельзя останавливаться, пока насилие не будет искоренено». «Сексуальное насилие над женщиной – глобальная проблема, и эта проблема должна быть в центре внимания международного сообщества. Я призываю руководство всех стран сделать решение этого вопроса своим приоритетом. Тогда это станет началом нового глобального альянса против сексуального насилия и положит конец безнаказанности». Встреча министров иностранных дел – ключевой этап подготовки саммита «Большой восьмерки» на уровне в глав государств и разработки повестки дня «Встреча лидеров стран-членов влиятельного международного клуба». В этом году саммит G8 пройдет в Северной Ирландии 17-18 июня. В Венесуэле официально завершилась предвыборная кампания. Кандидаты в президенты провели свои последние встречи с избирателями. Голосование назначено на воскресенье. За главный государственный пост поборется преемник Угу Чавеса, ныне исполняющий обязанности президента Николас Мадуро, и единый кандидат от оппозиции Энрике Каприлис. Кульминацией предвыборной кампании стали многотысячные митинги. Сторонники Мадуро собрались в столице – Каракасе. Среди почетных гостей был легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Он рассказал собравшимся о своих симпатиях Куга Чавесу и призвал их голосовать за кандидата от партии власти. Сам Мадуро также призвал избирателей следовать курсу команданта. Он заявил, что в Венесуэлу были засланы колумбийские террористы, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами. «Мы арестовали нескольких колумбийцев, одетых в форму военнослужащих венесуэльской армии. Они прибыли сюда, чтобы убивать. Изъято оружие и взрывчатка. Террористы были связаны с правыми силами Венесуэлы и планировали акты насилия в стране». Не менее эмоциональным было выступление соперника Мадуро. На выборах молодой и энергичный Энрике Каприлес провел свой последний митинг в рамках предвыборной кампании в одном из крупнейших городов страны Баркисимету. Он вновь заявил о важности перемен, необходимости искоренить преступность и коррупцию и сменить политический курс Каракаса. Кандидат от оппозиции призвал венесуэльцев покончить со страхом. Каприлес, который на предыдущих выборах проиграл Уго Чавесу, теперь уверен, в воскресенье страна выберет новое будущее. «Я прошу вас проголосовать в воскресенье за победу над насилием. Когда люди боятся, ими легко управлять. Те, кто руководит страной, никогда ничего не делали для вашей безопасности. И в это воскресенье мы будем выбирать между жизнью и смертью. Мы не сделаем ни шага назад. Мы будем двигаться вперед к победе». В Чили студенческие демонстрации переросли в столкновение с полицией. Учащиеся вузов вышли на улицы Сантьяго и других городов, требуя бесплатного и качественного образования. В общей сложности в акциях протеста в масштабах всей страны приняли участие около 200 тысяч человек. В столице студенческий марш совершился массовыми беспорядками. Молодые демонстранты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. К акции за качественное образование присоединились и уличные собаки. Они оказались в рядах разгневанных студентов и по-своему выражали протест. Стражам порядка для разгона демонстрации пришлось применить создачевый газ и водометы. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. Встретимся менее чем через два часа. Не переключайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok